Разрешил пользоваться карьером без аукциона и превысил полномочия. Два года назад Алексей Мигачёв незаконно выдал фирме лицензию на добычу песка в Александровском районе. В итоге бюджет недосчитался около 40 миллионов рублей. Но о принятом два года назад решении главный эколог области не жалеет. В 2015 году арендатора карьера нужно было срочно менять, ведь предыдущий не выполнил обещание построить завод по производству бетона. Человек не выполнил обязательства данной губернатору, еще прежнему губернатору, построить завод. Срок ему строительства завода переносился. Он не выполнил и этот срок. Поэтому решение было абсолютно правильно принято. Много всяких еще есть обстоятельств с точки зрения непорядочности в данном случае бизнеса этого. Свой пост директора областного департамента природопользования Алексей Мигачёв занимает больше 10 лет. Сегодня в день суда он не работал. Но об увольнении из должности речи пока не идет. Виновным Мигачёв себя не спешит называть. Причастность Мигачёву к совершению данного преступления подтверждается совокупность с особой доказательством по уголовному делу. В частности, собственные показания Мигачёву, показания свидетельными, результатами оперативно-рыскных мероприятий и иными документами, приобщенными к материалам уголовного дела. В итоге домашний арест почти на два месяца. От более мягкой меры пресечения в виде залога следователь и гособвинитель отказались. По их словам, Алексей Мигачёв на свободе сможет надавить на свидетелей уголовного дела, которые в большинстве своем его подчиненные. Считаю, что ходат следовали под Октябрьским районным судом города Владимира об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подзывания Мигачёва Алексея Алексеевича на срок 1 месяц 28 суток, то есть по 31 декабря 2016 года включительно, а в основном законоподверждающем удовлетворение. Большая часть свидетелей по делу еще не допрошена. И пока люди будут давать показания, Алексей Мигачёв будет сидеть под домашним замком. Гулять ему разрешено во дворе своего дома с 10 утра до полудня. А вот пользоваться телефоном и интернетом запрещено. Не использоваться любыми видами связи, в том числе сетью интернета, не общаться со свидетелем по уголовному делу, список которых будет составом следователя. На суде Алексей Мигачёв был спокоен. В перерыве даже шутил с журналистами. Мерой пресечения остался доволен. Ну, потому что альтернативы-то здесь разные могут быть. Это средняя нормальная мера. Если я там в чем-то виновен, готов понести наказание, это нормально. Мигачёв говорит, что домашний арест постарается провести с пользой. Ведь он дает возможность больше времени уделить семье. Если вина Мигачёва будет доказана, он может получить до 4 лет колонии.